Здравствуйте! Я заповедую вам, да любите друг друга. Одна из заповедей Божьих, так называется наша информационная передача. Именно этими словами я приветствую вас, уважаемые телезрители, да любите друг друга. Наша передача о православии и о традициях, о людях и их добрых делах. Надеемся, что она станет путеводной звездой на пути духовного просвещения и роста в истории познания накопления многими православными христианами нашего родного Сурского края. В киноконцертном зале «Октябрь» города Пензы состоялась торжественная церемония первого выпуска студентов-казаков Пензенского филиала Первого казачьего университета имени Кирилла Григорьевича Разумовского, что, несомненно, является знаковым событием для казачества. В торжественной обстановке казакам-выпускникам вручили дипломы Первого казачьего университета. Открыл церемонию директор университета, доктор экономических наук, профессор Иван Палаткин. Уважаемые выпускники, родители, гости, все приглашенные, сегодня у нас большое событие. Мы даже не уменьшаемся в это помещение, насколько нас много. Мы регионально значимый университет. Мы единственные готовим те специальности, которые никто не готовит. И мы, особенно в последний год, становимся на путь, на развитие, на то, что мы должны двигаться вперед. Мы получили статус Первого казачьего, и, соответственно, мы должны быть первыми. И мы это будем развивать. Вот буквально радостная новость, потому что буквально два дня назад мы получили аккредитацию не временную, а постоянную, до 2019 года. Мы имеем лицензию. Мы получили единственные из всех филиалов, из всех филиалов, 19 филиалов университета, возможность готовить магистров. И мы будем это готовить. Многие из вас пойдут в магистратуру. Это отрадно, это радует. Это радует то, что у нас есть перспектива. Немаловажно отметить, что многие среди первых выпускников Пенинского филиала Первого казачьего университета получили дипломы с отличием. Торжественную церемонию вручения дипломов студентам Пенинского филиала Первого казачьего университета посетили почетные гости, которые также обратились со словами приветствия к участникам мероприятия. Атаман Пензенского отдела Волжского войска казачьего общества Вячеслав Францев от лица казаков поздравил выпускников со знаменательным событием в их жизни, пожелал чтить традиции, не забывать свои корни и вручил почетные грамоты казакам-студентам и профессорско-преподавательскому составу Первого казачьего университета города Пенза. Желаю вам здоровья, чтобы те навыки, которые вы получили в стенах университета, обязательно применили в жизни. Не забывали преподавателей своих, заходили периодически и казачество соответственно. От всего Волжского казачьего войска я вас поздравляю с праздником. Руководитель миссионерского отдела Пензенской и Нижнеломовской епархии, сеченник Алексей Рой, также обратился с напутствующим словом, пожелав помощи Божьей. Немножко волнительно вот так вот выходить перед такой большой аудиторией, поздравлять, наверное, с самым важным веком, с самым важным воспитанием, которое выпадает на долю современного человека. Наверное, у каждого общества есть свой порог, после которого его считают взрослым. Ну, в наше индустриальное и постиндустриальное век, наверное, это вот как раз окончание обучения высшим учебным заведениям. Я поздравляю вас, что вы окончили именно в стенах первого казачьего. Таких учебных заведений на самом деле уникальны. А Пенинский пилиал еще славен тем, что именно те специальности, о которых говорил Иван Викторович, они действительно и востребованы, и больше нигде таких нет. Дай Бог, конечно, всем в дальнейшую свою взрослую жизнь построить так, как вы планировали, но все мы знаем, что человек предполагает, а Бог располагает. Поэтому, как священнослужители, я призываю благословение Божие на всех православных христиан. Поздравили выпускников и профессорско-преподавательский состав Первого казачьего университета города Пенза. Городие выпускники, специальности и направления подготовки по главным форматикам. Хочу вас поздравить, что это знаменательные даты. Вы прошли все-таки достаточно ищущий, не легкий путь. Сегодня получаете результат своего друга. Хочу вам пожелать счастья, здоровья, удачи, конечно. Успешного трудоустройства тем, кто решил начать персональную деятельность. Тем, кто решил продолжить обучение в магистратуре успешного поступления. Тем более, я вам всегда об этом говорил, что в разработанных Министерством образования и профессиональных стандартов все требования определены к различным должностям, руководящим должностям старшего и среднего звена, в подавляющем большинстве предметов наличия диплома магистра. Торжественная церемония выпуска студентов-казаков Первого казачьего университета включала основные элементы армейского протокола и традиционные казачьи обряды и завершилась праздничным концертом. Сегодня в передаче также поговорим о пензенском отряде поиск-вездеход, который начал свое существование с января 2007 года и в настоящее время отправился в очередную экспедицию. Руководитель миссионерского отдела пензенской и нижноморской епархий священник Алексей Рой у монумента Росток на набережной реки Суры благословил членов поисковой группы поиск-вездеход на поездку в Белоруссию, в село близ Рогачева Гомельского района. Ребята занимаются поиском пропавших солдат из пензенской мотострелковой дивизии и ищут безвести пропавших наших земляков, которые отдали свою жизнь на поле брани в годы Великой Отечественной войны. В своем обращении к присутствующим отец Алексей признал благословение Божие и пожелал ангелов-хранителей в этом богоугодном деле. Отметим, что это вторая поездка, которую благословляет батюшка. С Божьей помощью у вас прошлая поездка была весьма благотворной. Все мы с вами знаем, что без Бога не до порога. Поэтому на это богоугодное дело я вас всех благословляю. Дай Бог, чтобы и в этом году Бог не оставил своей милостью, защитил от всех бед и зол, помог в этом благородном деле, потому что человек без памяти – это все равно, что дерево без корней, просто засобка. И если мы с вами не будем делать ту работу, которую вы делаете, то, наверное, брошь цена нам, всем нашим стараниям, если мы не будем почитать тем самым наших памших дедушек, бабушек, которые действительно отдали все, и даже самые драгоценные – это свою жизнь, свою кровь, для того, чтобы мы могли спокойно жить, верить, молиться, надеяться на что-то лучшее. Дай Бог вам здоровья, и пусть благословение Божие пребывает с вами всегда, ныне и присло, и во веки веков. Аминь. Спасибо, Господа. Поисковые движения – это общественное движение по сохранению и увековечиванию памяти защитников Отечества, павших в годы Великой Отечественной войны, которое в настоящее время по своему содержанию является военно-патриотическим, историко-культурным и благотворительным движением. Мировой практики, общественного движения подобного профиля до сих пор не существовало. На базе учреждений образования России уже действует около 400 поисковых отрядов. В январе 2007 года был создан первый поисковый отряд школьников города Пензы из пяти школ города. Сейчас в отряде не только школьники, но и студенты. Это те ребята, которые начали свою деятельность в поисковом отряде, будучи школьниками. Те, кто понял, что дело, которым они занимаются, бесценно. Обратился к ребятам поисковой группы «Вездеход» и председатель Совета ветеранов города Пензы Владимир Кирханаджев. Вы даже не представляете, какое благородное дело вы совершаете. И что Александр Васильевич Суворов говорил, пока последний солдат, погибший, естественно, в боях, не будет найден, война еще не кончилась. А ведь уже 70 лет прошло после окончания Великой Отечественной войны. В завершении мероприятия председатель миссионерского отдела священника Алексей Руй пообщался с руководителем поисковой группы Ларисой Казаковой. Очень волнительно всегда провожать вас. Молюсь, чтобы все было у вас хорошо. Встречались в прошлом году с вами. Приятно, что пригласили. Расскажите про прошлую поездку. Вы едете туда же, насколько я знаю, в Гомельский район. Что там сейчас собираетесь найти? Наша экспедиция в Республику Беларусь, она уже пятая по счету. И мы работаем на местах боев нашей пейзинской 61-й стрелковой дивизии. И в этом году мы будем работать в Рогачевском районе. Прошлый год для нас был особенно волнительный, торжественный и, как мы называем, удачный. Потому что именно в самый первый день наших поисковых работ мы обнаружили останки нашего земляка Ванина Николая Ермолаевича, который считался пропавшим без вести. И медальон, при нем был обнаружен медальон, то есть стандартная капсула. Медальон был идеальный, в идеальной сохранности. Он прочитался. И мы тут же буквально начали поиск родственников. Сообщили сюда, в Пензу. И вот тот период времени, пока мы находились на территории Республики Беларусь, нашлись родственники буквально через несколько дней, благодаря средствам массовой информации. И, в общем-то, родственники изъявили желание, чтобы он был перезахоронен на нашей пензенской земле. Нам пришлось пройти через множество, так говорить, юридических процедур, правильных, потому что все-таки это ближние зарубежья, у них свои правила, свои законы. Мы постарались все соблюсти, и останки были привезены в Пензенскую область. 15 августа в прошлом году прошло захоронение. Иван Николай Ермолаевич был захоронен рядом со своей женой, Ваниной Ольгой Ильиничной, чье имя было указано в медальоне. И она умерла на 101-м году жизни, в 2011 году, как раз тогда, когда мы первый год отправились в экспедицию Республики Беларусь. Какие совпадения. Да, вот какие совпадения. И я, конечно, вот все это событие связываю именно с тем, что вот в прошлом году мы получили ваше благословение. Поэтому мне очень хотелось, чтобы в этом году. И вы знаете, я долго думала на тему вообще поискового движения вот этого. И я думаю, что если церковь поддерживает это дело, то значит, это хорошее дело, и им нужно заниматься. Вот это для меня, как для православного, как для верующего человека очень важно. В рамках Всероссийской программы вахта памяти ребята стали участниками неоднократных военно-археологических экспедиций и побывали в Новороссийске, Ржевске, Твери, Смоленске и в Республике Беларусь. Они привезли более 500 экспонатов времен Великой Отечественной войны, часть которых передана в Школьный музей боевой славы. По материалам экспедиции традиционно проводятся передвижные тематические выставки для общеобразовательных учреждений города и Пензенской области. На базе филиала создается музей о поисковом движении Пензенской области. Четыре члена отряда и руководитель награждены знаком Министерства обороны Российской Федерации за активный поиск. В здании Первого казачьего университета города Пензе состоялся казачий круг Пензенского отдела Волжского войска у казачьего общества, на котором казаки единогласно избрали атамана отдела. На Большом казачьем круге решались несколько важных вопросов организационного характера, приоритетных направлений в работе на ближайшее время. Но главным событием, несомненно, было избрание и утверждение на постоянной основе атамана Пензенского отдела. Напомним, в декабре 2014 года на Общем войсковом совете казаков исполнять обязанности атамана до следующего казачьего круга, который состоялся в июле этого года, возложили на сотника Вячеслава Францева. Решите мне довести до всех решения Совета атаманов Пензенского отдела Волжского войскового казачьего общества, которое состоялось час назад. По представлению Совета стариков, Совет атаманов, единогласно выдвигает кандидатуру на должность атамана Пензенского отдела Волжского войскового казачьего общества, сотника Францева. Прошу поддержать. Пензенские казаки во главе с войсковым атаманом Юрием Ивановым единогласно избрали атаманом Пензенского отдела Волжского войскового казачьего общества Вячеслава Францева, который выступил с докладом о проделанной работе за отчетный период. Задача, стоящая перед Пензенским отделом, завершить работу похождения Пензенского отдела казачьих обществ, государства реестров, ответственные все атаманы по городу Тымчок и Голованова. Голованова уже занималась, эти вопросы она взяла, осталось завершить. Приступить к созданию экономической базы Пензенского отдела Волжского войскового казачьего общества, там опять не обойтись без поддержки Русской Православной Церкви и правительства Пензенского области. Продолжить работу по созданию молодежной организации «Казачий дозор» Никитин ответственный. Продолжить работу по подготовке кадетов 9 мая. Продолжить работу по уточнению расширения списков дозоров и входящих в состав отдела. Это ответственные катаманы, поточнее списки на входах, разобраться со всеми. Я готов в любой момент проговорить эти вопросы. Все казаки с личным трудом и материальным планом способствуют проделить и укреплению Пензенского отдела Волжского войскового казачьего общества. За атаманский стол были приглашены войсковой атаман ВВКО, казачий полковник Юрий Иванов, атаман Пензенского отдела Сотник Вячеслав Францев, городской атаман казачий полковник Владимир Тымчук, первый заместитель атамана Харунжи Евгений Боровков, временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Пензенской области Сергей Пуликовский. В почетном президиуме принял участие Совет Стариков. В зале также присутствовали временно исполняющие обязанности начальника департамента внутренней политики и массовых коммуникаций Пензенской области Александр Латонцев, директор Первого казачьего университета города Пензы, доктор экономических наук профессор Иван Палаткин, художественный руководитель ансамбля казачьей застава Андрей Суганяк и другие участники. Руководитель миссионерского отдела Пензенской и Нижнеломовской епархии, священник Алексей Рой, под традицией раздал свежий выпуск газеты «Православие, жизнь и казачество», выпускаемое миссионерским отделом по благословению митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима. Первый заместитель атамана Пензенского отдела Евгений Боровков выступил перед кругом, подчеркнув важность освещения казачьих традиций в средствах массовых информаций. Я в жизни казачества новый человек. Дерстали меня в кутере Калышлейском. Сам я живу сейчас на данный момент в Пензе, поэтому перевелся в Пензу, сразу в бой. Сейчас пытаемся развивать информационное поле. Это у нас сайт. Пытаюсь подключить всех атаманов для информации максимально, чтобы сборы, а то получается немножко однобок. У нас сейчас информация собирается, что как будто деятельность идет только в Пензе, а больше в области нет, как будто у нас у Таро, казаков. Хотелось бы, чтобы все приняли активное участие. Также этот сайт плавно переходит у нас в казачью газету. Всем, к сожалению, сегодня не удастся, раз, потому что мало у нас этой газеты, но на следующей неделе будет большой тираж, прием, порядка трех тысяч экземпляров. Я думаю, всем в руки она попадет, почитаем, увидим. Что-то, может быть, с первого раза не очень будет хорошо получаться, кому-то что-то не понравится. Будем рады увидеть и услышать предложение. Своя информация какая-нибудь может существовать, тоже будем освещать. Почетные гости произнесли со сцены приветственные слова в адрес участников круга. Высказались на общественно значимые темы, касающиеся положения России в мире, сохранения русской и казачьей культуры. Впереди большие задачи. Впереди очень много работы. И с этими задачами, с этой работой мы справимся только в том случае, если мы будем все делать вместе, сообща, протягивая друг другу руку и ни в коем случае не подставляя друг другу ногу, как говорится. Поэтому еще раз, Павел Михайлович, правительство Пензенской области, губернатор Иван Александрович Белодерцева, поздравляю с этим высоким назначением. Будем совместно работать. Вы спрашивайте с нас, а мы будем спрашивать работу с вас. Директор Первого казачьего университета города Пензы Иван Палаткин выразил мнение о необходимости создания общего плана развития казачества при поддержке правительства Пензенской области. Вот сейчас обсуждаем очень актуальные вопросы, злободневные вопросы. Но мне бы виделось это все в программе развития казачества. И мы в рамках вот новоизбранного атамана, рабочей группы, я думаю, что мы должны сформировать эту программу, вынести вам на суд. И, соответственно, вот эти вот все моменты, все острые моменты должны найти там свое место. И я думаю, правительство нас поддержит в этом отношении. Конечно, нет таких в Пензе миллиардов, но все равно отдельная строчка по казачеству должна пройти. Потому что это интересно и правительству, и казачеству. Более того, меня беспокоит то, что первые казачьи на сегодняшний день мало принимаем казаков, практически никого нет. Вот это вот беспокоит. Мы должны добиваться флот, чтобы были у нас целевые места. Мы готовим пожарников, мы готовим МЧСников. В Пензе никто не готовит. Это и сохранение сельских территорий, и казачьи дружины. Мы, видно, 18 человек, ребята верстали у себя в университете. И, соответственно, это еще напрашивается к тому, что мы должны вплотную работать с казачеством. В завершении рабочей части круга был принят ряд важных решений, касающихся деятельности Пензенского отдела, Волжского войска и казачьего общества, в том числе вопроса земельного характера, в частности, выделения участков для хуторских сельскохозяйственных работ. И, как отметил войсковой атаман Юрий Иванов, совместная работа атаманов, хуторов и станиц позволит вывести отдел на новый уровень. Я удовлетворен теми решениями, которые состоялись. Честно говоря, вот то единодушие, которое было проявлено при голосовании за атамана, за первого заместителя товарища атамана, она расследует надежду, что Пензенский отдел это действительно крепкая казачья организация. Тут уже упоминал председатель Совета Стариков, что Пензенский отдел всегда был на слуху, всегда был на виду, всегда на него равнялись. Я думаю, что это в скором времени возвратится. Те проблемы, которые имеются, они вполне разрешаемы. И если хутора, столицы объединятся с атаманами, помогут атаманам, это все будет решено. Я хочу пожелать от имени всего многотысячного коллектива казаков волжского войска вам успешной работы, процветания, активного участия во всех мероприятиях казачьей жизни, жизни в Пензенской области, а благо ее процветания. Слава Богу, что мы позовем. Надеемся, что сегодняшний выпуск Пензенской митрополии «Долюбите друг друга» обогатил ваше мировосприятие и наполнил духовную жизнь. Мы искренне желаем вам добра и радости. До встречи через неделю. «Долюбите друг друга». Продолжение следует...